Рубрика «Запринтима промышленности». Себестоимость аппаратов у нас и на Западе считается по-разному. У нас берется затраты материалов, затраты человека-часов, значит, зарплаты, там, прочие налоги, сверху прибыль, да, ну, вот, разная, да. У них считают по-другому, у них считают, ага, на этом аппарате, значит, в сутки, там, если вот напрячься, можно сделать 200 килограмм сыра, там, какого-то, да, это стоит столько-то. Угу, значит, берем производительность за 5 лет, и от этой производительности за 5 лет по себестоимости продукции берем 3%. Все, ты еще ничего не заработал, ты только купил этот аппарат, они уже тебе залезли в твою прибыль в карман, ты им уже заплатил. Это еще без учета расходников? Это без учета расходников, да, 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 то есть, вот, это западный подход аппарату, ну, это скрыт, это скрытый повышальный платеж, скрытый роялти, можно как угодно это называть. Вот, у нас все, ну, более-менее честно, вот мы хотим какую-то прибыль, это себестоимость не такая, это все. Поэтому наша техника в данном случае дешевле. Вот, если мы говорим про, вот, сыроизготовители объемного типа, про вот такие вот аппараты, значит, емкостные, про насосы, то, в принципе, у нас качество уже вполне приличное. А почему же эти промышленности-то не могут повторить вообще? А потому что, змеевик-то могут повторить, покрытие фторопластовое у нас такое не могут делать горячим способом, у нас нет такой промышленности. У нас есть в Санкт-Клининграде, у нас есть компания Фьюлок, они занимаются холодным нанесением, у них своя разработка еще Советского Союза, тоже фторопластовые лаки, но они могут с ними поконкурировать, но у них нет сертификации для работы с пищевыми продуктами, все. А так, в принципе, вот, если тут загиры какие-то будут, то теоретически, если у них будет сертифицированное покрытие в Ленинграде, они могут его просто вот кусочек вырезать и туда покрыть, все, и оно будет работать дальше. Возьми, поближе встань, далеко стоишь, встань поближе, вот, в кого-то на унитаз садишься, и ногами поднимай. Давай, опа, молодец. Спинку надо беречь. Догреет? Где-то до 18, когда догреет, надо будет сделать забор и возьмем молоко на анализ. В нужной температуре. Значит, работаем в ручном режиме пока что. Так, ставим 64. Я встану. На пистелизация будет? Да. 64 на нагрев. 35 на охлаждение. Значит, 34 на охлаждение, потому что он градус все равно вниз сбросит. Вот. Поставил. Вот это. Я ставлю 1 градус всегда, потому что может перегреть. Это дельта, в которой он гуляет. Там дельта 20 градусов. Оно мне там теперь, это самое. Вжахнуло вначале. Вжахнуло мне там до 50 градусов второе нагревание. При изгоняемом параметре 40, да, дельта 20. Ну, оп, все. Он замирает температуру вещества или нет? Да, конечно. Вон термопара, видишь? И что? Все. Нагрев. 65,8. 20 минут ставь. Угу. Тут температура такая, что можно 20 минут. Вот. А будет выдерживаться на этой полочке? 20 минут, да, будет выдерживаться. Есть два фермента в молоке, которые нам не нужны. Фосфатаза и пероксидаза. Вот мы сейчас разрушаем фосфатазу, заодно микрофлору, которую вырабатывают. То есть, держать вот эти полки, ну, например, сфатаза. Да. А если мы делаем разливные продукты, там, напитки или молоко, нам нужно уничтожить пероксидазу, потому мы уже это молоко пастеризуем выше 80 градусов, там, 84-88, полочку делаем 10 минут, чтобы нам эту пероксидазу разрушить и микроорганизмы, которые производят, тоже разрушить. Для сроделия важно разрушить фосфатазу. Даже без доверяй. Каждая партия молока идет через проверку по-любому. Типа молоко белое, а делишки как? Темное. Саша, привет. Давай познакомимся. Саша, Женя, а расскажи, пожалуйста, вот, слышал, ты на программиста учишься, вот как программист, программист, почему выбрал профессию программист? Потому что программист, это программист. То есть это призвание? Да. Ну, понятно, мы тут в Сраварегии тоже станок с ЧПУ есть, если что, здесь тоже куча ЧПУ всяких. А это у тебя первая работа? Нет. А чего делал до этого? Игрусчиком на складе. Кого? Игрусчиком был на складе. А, понятно, ну, сейчас мы это с вами здесь прокачиваемся. Есть идеи, как это, развернуть карьерную траекторию в более интересном направлении. А учишься где? В школе нерав. Могите? Да. А сколько еще учиться? Два года. Понятно. Это с девятого класса? Да. Добро пожаловать на борт. Надеюсь, понравится. Добро пожаловать на борт.